Одним из особых достоинств этого дня является то, что посланник Аллаха выделяет этот день для мольб и обращений ко Всевышнему Аллаху с нашими просьбами. Посланник Аллаха сказал «Хайру дуаи дуау явми Арафа». Лучше из мольб – «Мольба дня Арафа», сказал посланник Аллаха. Посланник Аллаха говорит в этом хадисе «Лучшая мольба – мольба дня Арафа» и лучшее, что произнес я и пророки до меня – это «Ла Иллаха Илла Аллаха». Нет божества достойного для поклонения, кроме Аллаха, одного Его, нет Ему сотоварищей, Ему принадлежит владычество, царство, Ему вся хвала и Он всемогущий. Согласно другому хадису посланника Аллаха, сказано, что этот день, в котором Всевышний Аллах освобождает от ада наибольшее количество из своих рабов. И посланник Аллаха говорит «Ма мин яумин акфара мин ан ю'тикаллаху фиихи абдан мин аннари мин яуми Арафа». Воистину, нет дня, в котором бы Всевышний Аллах освободил бы от ада наибольшее количество людей, чем в день Арафа. И воистину Всевышний Аллах выражает свое восхищение своими рабами перед своими ангелами и говорит, что желают эти рабы. То есть Всевышний Аллах дарует в этот день тем, кто искренне в своих мольбах обращается ко Всевышнему Аллаху. И в этот день желательно, и не только в день Арафа, и вообще все дни, начиная с первого числа Зульхиджа, желательно чаще повторять такбир слова Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Как можно чаще повторять эти слова в любое время дня и ночи. Да сделает Всевышний Аллах этот день для нас самым счастливым днем нашей жизни, днем прощения наших грехов и приближения ко Всевышнему Аллаху. И дарует всем возможность ежегодно встречать этот день в здравии и с полным сердцем веры во Всевышнего Аллаха. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.